Добро пожаловать, ребят, на 16 этап Формулы 1 на Грам-при России. И тут вы зададите небольшой вопрос, а где, собственно, 15 этап в Сингапуре? Ну, тут так сказать можно то, что я идиот, забыл продолжить запись. А именно, я в квалификации отошел по одному делу, вернулся и забыл продолжить запись. Но, если вкратце, то этап получился крайне-крайне плохим, поскольку, во-первых, был дождь, а во-вторых, я не попал, никак не мог попасть, точнее, в настройки вообще. По итогу кое-какого проехал, в очки не заехал даже, но Норрис какие-то там очки даже заехал там на 8 место. Ладно, переходим все-таки к Сочи. Россия, в принципе, по всем Формулам мне здесь удавалось все время именно выигрывать, но посмотрим, как будет уже здесь. Квалификация прошла очень хорошо, первое место, наконец-то я смог проехать все три сегмента квалификации, поскольку до этого я проезжал от силы там 1-2 сегмента, потому что я брал кучу штрафов. И в следующем этапе в Японии мне придется, скорее всего, брать тоже штрафы, и поэтому квалификацию ждать уже не стоит в ней, ну, максимум один сегмент и не более. Плюс, я думаю, уже в Японии взять полностью всю новую силовую установку, поскольку мне задолбало брать на одном этапе там штрафы взять, потом на другом взять другие элементы. И так из этапа в этап у меня происходит то, что я беру там штрафы на 10 позиций и не могу нормально квалифицироваться. Но здесь все-таки все сложилось иначе. Топ-десятку вы, собственно, видели перед собой, я отмена-то ее пропустил. Вимс, кстати, показывает уже неплохие постепенно квалификационные результаты, то есть 13 место. Ну и последним у нас стартует Макс Ферстаппинг, который больше всего боялся, поскольку он очень хорошо ехал, и, в принципе, он мог меня спокойно опередить. Стратегия у нас тут изначально была в один пистоп с перехода с Мидиума на Хард. И, в принципе, я думал до этого то, что здесь стратегия такая будет идеальна, поскольку, может быть, опять же, здесь будет стратегия в два пистопа, которые мне крайне не хочется использовать. Игра с на Красной Огни, я срываюсь с места, меня тут же пытается прости Феттель справа, Леклер слева. Феттель без проблем не проходит, но у Леклера возникают небольшие проблемы, я ему блокирую траекторию. Там уже справа от меня показался Хамильтон, но за счет слепстрима от Феттеля я спокойно догоняю Феттеля, начинаю его проходить, и Хамильтон не смог меня никак контратаковать, соответственно. В принципе, уже неплохое достижение, то что я не проиграл кучу позиций на старте, так как у меня был все-таки Мидиум, у соперников Софт, и, в принципе, тут стратегия Софт-Хард была рабочей, поскольку, опять же, я не могу пока угадать, где будет точно стратегия в один пистоп рабочей, где она будет в два пистопа, потому что на тех этапах, где раньше была в один пистоп, становится в два пистопа, ну и так далее. Поэтому пока что так буду тестировать, дальше уже в следующих сезонах будет более понятно, где можно использовать стратегию в один пистоп, то есть с переходом Софта на Мидиум или Хард, ну, скорее всего, даже на Хард, если непокачественный будет болид. Так же, борьба позади, которая была у меня, это Леклер и Ботос, так же еще в начале Норрис там пытался прорваться через Батлера, но у него это не получилось, к сожалению. Ну и, в принципе, Норрис неплохо тут уже квалифицировался, в отличие от прошлых этапов. Феттл же продолжал меня атаковать уже на обратной прямой, за счет слепстрима смог со мной поравняться. На входе в трансфорт он был чуть впереди, но я чуть лучше вышел, и уже в четырнадцатом повороте я выхожу вперед, чуть прикрываю ему траекторию, начинаю рано тормозить, и по итогу немножко меня толкнул Феттель, тем самым сломался переднее антикрыло. По итогу, конечно же, я не запланировал делать брейк-тест Феттеля, но так получилось как-то само. Потом Феттель попытался меня атаковать на старт-конечной прямой во втором повороте, но у него это не получилось, и после этого я начал уже потихоньку отрываться. Так же же Леклер начал атаковать его, Феттель пытался защититься, но не вышло, Леклер по внутренней траектории проходит своего напарника, ну и так же, да, я вдали там промахнулся много за зоной торможения, по итогу пришлось очень широко так проходить поворот. Ну и по итогу мы с Леклером начали отрываться от всего пилотона, который сдерживал в этот момент Феттель, что по сути дало некое преимущество с Леклером, поскольку мы могли воевать только друг с другом, и больше нам никто не мог помешать. Ну и Леклер без проблем меня атакует на старт-финичной прямой, поскольку у нас появился ДРС, и тут я уже ничего не смог поделать с этим. Самое главное для меня было не отстать от Леклера и уже потом, чуть позже контратаковать, когда его софт начнет уже сдавать, и мой мидиум наоборот будет чуть-чуть, может быть, лучше, но не совсем уж прям чуть-чуть даже. Наверное, даже будем где-то наравне. Позади в этот момент Феттеля проходят аж сразу два болида, это Перес и Ботос, которые вели свою борьбу с самого начала гонки, аж со второго круга позади Феттеля, ну и потом уже начали впереди него. Также позади уже и Хэмлинтон проходит Феттеля и будет в скором времени присоединяться к этой затишной довольно борьбе, как в прошлом этапе в Монсе, точнее позапрошлом, но по сути в прошлом видео. И небольшой спойлер, эта борьба будет до конца гонки, но она будет менее эффектная, как это было в Монсе, поскольку здесь в основном обменивались позициями на старт-финичной прямой и на обратной прямой, там же, где была ДРС. Собственно, Льюис попытался втиснуться в эту борьбу между Ботосом и Перрисом, у него это не вышло, на выходе Перрис смог отобрать свою четвертую позицию, ну а позади тем временем Феттель продолжал терять уже позиции. Тут уже его догнал Норрис и также смог его спокойно атаковать, поскольку Феттель уже вылетел из зоны ДРС, которая давала ему Баттлера некоторое время. Ну и Баттлер, да, тоже начал оторваться уже от него, и потихоньку так Феттель начал проигрывать позицию за позицией. На седьмом кругу я начал уже атаковать Леклера, постепенно к нему подбирался и уже к седьмому кругу МОК уже позволить себе атаку. В первом, точнее во втором повороте, в связке лишь двух поворотов, я смог его пройти, но в затяжном левом повороте Леклер мне перекрестил траекторию, поскольку начал широко выходить постепенно, но по итогу я защитил свою первую позицию и начал потихоньку-потихоньку отрываться. После своего пистопа Леклер вышел очень-очень далеко, я сделал свой пистоп на круг позже, из-за чего Леклеру надо было прорваться через пилотон, и из-за чего он, кстати, потерял очень и очень много времени. Собственно, даже порой ему приходилось очень жестоко атаковать вот атаку Торроса, которая могла закончиться для него в отбойнике. Ну и да, хочется отметить еще небольшую особенность выезда из пилотона. Не забыли наши русские дороги туда пихнуть, поскольку там не ровное полотно, а какая-то просто стиральная доска, как было и в 18-й формуле. Ну ладно, вернемся в гонку, где у нас Хэмилтон и Перес начали свою войну. Также Леклер потерял еще одну позицию по отношению к Баттлеру. У Форс Инди был очень хороший темп на этом этапе. В Италии тоже у них был неплохой темп, судя по квалификации, ну, точнее, по ее симуляции, потому что я не знаю, как бы реально Форс Инди могла квалифицироваться, если бы я прошел в третий сегмент. Ну и да, борьба между Хэмилтоном и Пересом, которая шла из круга в круг, они обменивались позициями, иногда кому-то удавалось проехать целый круг до второго поворота на второй позиции, иногда они обменивались позициями на обратный прямой за счет ДРС. К этому моменту они ко мне все ближе и ближе подъезжали, и если бы не эта борьба, я думаю, мне бы пришлось защищаться против них, но к какому-то моменту все-таки они начали постепенно-постепенно от меня отставать. Также Боттус в эту борьбу уже снова вклинился, до этого момента он отставал, поскольку выехал опять же в трафике, скорее всего, как и Баттлер, но все-таки смог догнать впереди идущего напарника и Переса, и теперь уже он боролся с Хэмилтоном, но по итогу неудачно. Атака прошла, Хэмилтон отстоял свою третью позицию, и Хэмилтон уже принялся за атаку Переса, и в этот раз уже и Боттус смог поравняться с Пересом, но, к сожалению, для Боттуса он его не пройдет, поскольку для Переса пятый поворот более выгодный, за счет того, что он идет по внутренней траектории, и он лучше выходит по отношению к Боттусу. Ну и финальная атака Переса, в котором проходит Хэмилтона, и выходит тем самым на вторую позицию на предпоследнем кругу. На последнем кругу, конечно же, Хэмилтон пытался как-то догнать Переса, но не смог, также Баттлер к этому моменту подъехал к ним, но борьбу он не смог навязать. Ну и что же, последний круг, я еду первым, и это уже третий гран-при, который я выигрываю, и второе с полпозишна, первое было в Англии, и если так посмотреть, то мы почти выиграли все домашние гран-при, Англия была домашней гран-при для нашей команды, Россия для меня была домашней гран-при, но мы не выиграли одно гран-при, это гран-при Франции, это был домашний этап для нашего поставщика двигателей в лице Рено, но как-нибудь позже довыиграем, может быть в следующем сезоне. А пока нам надо будет доехать этот, поскольку нам остается после этого пять этапов, это Япония, Америка, Мексика, Бразилия и Абу-Даби. Также у нас еще ситуация в личном зачете довольно сильно поменялась, поскольку пусть и Хэмилтон не приехал на какую-то высокую позицию на первую, вторую, он приехал все-таки на третью, а Феттель у нас приехал только на девятую, и тот отрыв, который был у Феттеля над Хэмилтоном, он постепенно-постепенно нивелируется, и если Хэмилтон продолжит также приезжать на хорошие позиции, а Феттель наоборот проигрывать, то у нас получится довольно интересное окончание сезона в личном зачете. Ну что же, первое место за мной, второе за Пересом, неплохое выступление в целом для Racing Point, если я навязывал в Force India, опять же, извиняюсь, не могу пока привыкнуть, из-за того, что банальная раскраска та же самая, и, блин, сложно привыкнуть, когда раскраска остается та же самая, и ты по привычке продолжаешь называть так же команду. Ну и, в принципе, меня начинает немного пугать, конечно, темп в Force India, постепенно они добираются до группы А, и это немножко плохо для нас, поскольку нам примерно до группы А еще, ну, немало обновлений надо сделать, чтобы мы конкретно начали в ней ездить, потому что, ну, по тому, как ездит Норрис, и иногда я еду, нам еще пока что, пока что далеко. Так сказать, мы находимся вместе с Racing Point в группе А-, так сказать, не до топ-команда. Ну, в принципе, будет неплохо, если надо будет 5 команд группы А и 5 команд группы Б. Ну, тут посмотрим, как у нас будет все складываться в начале следующего сезона, кто проведет новое обновление, а кто, наоборот, потеряет обновление из-за изменения регламента. Кстати, забыл про него немного сказать, то, что у нас изменяется регламент в шасси и износу устойчивости, что очень хорошо для нас, поскольку мне придется тратить кучу-кучу ресурсов, пытаясь оптимизировать все детали в аэродинамике, ведь аэродинамик для меня был бы очень и очень больным бы изменением. Также новый контракт, который я попытаюсь как-то для себя улучшить, поскольку в прошлый раз я попросил, меньше, чем мог, так что в этот раз будем наглеть уже по максимуму. Также мне повезло на этом этапе заработать лишние 600 ресурсов, выполнив задачу набрать 25 очков за 2 этапа. Повезло, то, что надо было им 25 набрать, а не 26, и по итогу за счет одной победы я смог это сделать. Второй раз предлагаю команде контракт свой, и они отвергают, хотя вот ценность идеально стоит, но почему-то нет, не хотят. Окей, поставил четвертую позицию, и ценность тут же резко упала, и таки приняли наш контракт. Теперь у нас будет три привилегии третьего уровня, соответственно, можно будет уже постепенно заказывать капитальное обновление, которое нам будет приезжать через 3 недели. Но в аэродинамике я их буду заказывать скорее всего в конце сезона на новый сезон, поскольку с аэродинамикой после вот этих последних модификаций будет все закончено, и я уже перейду либо к шасси, либо к ДВС, но скорее всего даже к шасси, поскольку износ шин это такой нехилый вопрос для меня. А вот этот скриншот уже был сделан из Японии. У нас произошли изменения в команде, и в комментах напишите, на кого заменили Норриса и из какой команды. Ну и посмотрим, кто угадает, а кто нет. На этом все, ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи, пока-пока и удачи вам.